Представьте себе густые леса, наполненные пением птиц и хрустом веток под колесами. Стаи фламинго, разлетающихся в стороны от авто, пересекающихся во вброд крохотную речушку. Ну и, конечно же, виды на океан, сопровождаемые криком чаек. Нет, друзья, я не в отпуске, но клянусь богом, Forza Horizon 5 это лучшее, что случалось в моей жизни. Высаживайся удобнее и пристегни ремень безопасности, ведь следующая остановка – Мексика. Погнали! В этом видео я не собираюсь ходить вокруг да около, а скажу всё как есть. А начнём мы с главного героя вечеринки – Мексики. Ведь, несомненно, переезд пятой части Forza в эту локацию стал для фанатов серии самым, ну, неожиданным сюрпризом, которому вначале отнеслись не самым лучшим образом. Ну а, друзья, как же я кайфую от восхождения на вулкан Кальдера, где с его зыбкой вершины открывается огромный горизонт для путешествий, где на полной скорости ты можешь спуститься к побережью через сельхозугодья, леса, маленькие города, пустыни, джунгли с храмами, где время от времени мне приходилось даже уворачиваться от сослов, собак и фламинго, блин. Это настоящая любовь под названием Forza Horizon 5. Система прогрессии Forza Horizon 5 изменилась и улучшилась с четкой целью виду, чтобы адаптировать опыт каждого игрока, что делает этот открытый мир огромным игровым полем, где все делают то, что захотят. Основа кампании теперь разделена на несколько фестивалей, которые после первых испытаний мы можем выбирать в любом порядке. Тем, кому нравятся гонки в грязи, можно начать с Horizon Derby, другой игрок может протестировать Asphalt вместе с Horizon Apex и многое другого. В каждой категории есть от трех до пяти событий, выполнение которых займет плюс-минус 12 часов. Вы можете зайти в игру просто покататься по карте, пофотографировать сотни отлично детализированных тачек, нарисовать и опубликовать пару дизайнов для авто. Можно побороться с друзьями за самую высокую скорость, зафиксированную на той или иной дорожной камере и многое другое. В игре есть возможность выполнять небольшие миссии на вулкане, который вот-вот должен извергнуться, исследовать окрестности ацтекских храмов, поисках потерянных предметов в разбитом самолете, соревноваться с сумасшедшими автомобилями и противостоять им, а также путешествовать по маршрутам мечты. Ведь карта здесь просто нереально огромная, друзья, и проработанная до мелочей. Помимо размеров и разнообразия игрового мира, создатели также улучшили систему симуляции погоды. Теперь вы сможете заметить бушующий вдали шторм и доехать до него, наблюдая по пути, как меняется погода вокруг. Разнообразие локаций и биомов приумножается системой смены сезонов, как это было в принципе в четвертой части серии. Учитывая географическое положение Мексики, смена времен года не будет кардинально влиять на окружение, как это было в Великобритании. Изменения будут затрагивать частично на некоторых регионах. К примеру, зима не покроет пустыню снегом, а затронет лишь горную местность. Сезон дождей накроет джунгли тропическими штормами, а засуха поднимет песчаные бури в пустынной зоне. Ну и понятное дело, очередной точкой развития стали автомобили. Во-первых, традиционно увеличилось количество доступных моделей, и теперь их, друзья мои, на секундочку более 500. Во-вторых, кастомизация машин вновь разрослась новыми опциями. Из значимых нововведений можно отметить возможность постройки дрифт-болида или внедорожника из любого авто. Теперь каждый автомобиль имеет дополнительные конфигурации подвески, шин, дифференциалы и коробка передач, для которой теперь также можно выбрать их количество, вплоть до 10. Это для ралли, внедорожной езды и для дрифта. Что касается визуальной кастомизации, то в пятой части еще больше машин имеет возможность установки различных обвесов. Это могут быть как комплекты whitebody, так и другие варианты, вроде раллиных элементов кузова. Ну и, наконец-то, кабриолеты по нажатию отдельной кнопки и могут складывать и раскладывать крышу. Для меня Forza Horizon всегда была эталоном визуального исполнения среди гоночных игр, ведь при запуске каждой новой части всегда было ясно как минимум одно – графика в игре точно не подведет. И пятая часть не стала исключением. В игре мне понравились огромные игровые пространства с весьма внушительной дальностью прорисовки, невероятно красивое освещение и детализированное окружение. Это, наверное, самая детализированная игра из мира гонок. Я играл на своем ноуте с GTX 1660 Ti, AMD Ryzen 4 800 HS и 32 гигабайт оперативной памяти. При высоких достройках я играл со стабильными 60 кадрами в секунду при разрешении 1080. Еще один интересный момент заключается в том, что ребята из Playground Games поработали над звуком. Дело в том, что звук автомобилей в четвертой части был предметом возмущения многих игроков, поскольку был невыразительным, а для ряда машины вовсе не соответствовал действительности. Пятая часть исправляет, по большей части эти проблемы, и теперь звук звучит ну как надо. В принципе, все довольны и таких возмущений я не наблюдаю. Ну и не могу не отметить все очень приятную мелочь. Прямо на экране кастомизации позволяет газануть и послушать, как будет звучать автомобиль с определенным двигателем, модификации выхлопа, нагнетателя и так далее. Как итог, друзья мои, Forza Horizon 5 это одна из лучших гоночных аркад, которые вы можете найти. Здесь в вашем распоряжении невероятный разнообразный открытый мир, значительно улучшенная система развития, адаптируемость ко вкусам каждого игрока, разнообразие вариантов сетевой игры, инструмент для создания глубокого контента Event Labs и его впечатляющие возможности. А что касается аудиовизуального раздела, то это лучшее, что приготовили британцы из Playground Games. Да, ценник у игры не самый дешевый и может ударить по карману каждого игрока, но не забывайте про подписку Xbox Game Pass, куда входит стандартное издание. Ну а на этом у меня все, тебе огромное спасибо за прожитый палец вверх, не забывай подписываться на наш канал, а также бить в колокол, чтобы ничего не пропустить. Буду ждать тебя на дорогах Мексики. Пока-пока.